начнем обзор бесперебойника точнее онлайн инвертора вот моя модель я установил очень даже неплохо себя показывает единственный пока минус который я нашел это шумность один из важных моментов которые мне подсказали в сервисной службе является проверка нуля то есть 0 здесь идет вот питающий кабель 0 здесь сквозной на корпус поэтому пришлось отдельно землю кинуть потому что было немножко белотоком 220 вольт на корпусе поэтому очень проблематично делать делается это очень просто при выключенном полностью источники звонится розетка вилка вот это вилка я буду ее прозванивать вилку вот это вел я буду прозванивать на выходную то что звонится у на полный ноль то и будет у нас нулем то что прозвонится то что не прозвонится у нас будет фаза тогда вы гарантированно уходите от того что у вас фаза может перевернуться при включении аккумуляторов вот аккумуляторы аккумуляторы использовать можно любые пишет производитель свинцовые не свинцовые заряжает пишет хорошо но питание 24 вольта то есть нужно два аккумулятора обязательно никак не один после этого мой котел начал работать шикарно показывает параметры практически всевозможные нужны потребляемая мощность потребляемый ток выходное и входное напряжение видите напряжение сейчас 1 225 а вот пресс 210 мой котел уже не включается и я поставил на выходе 230 вольт все шикарно работает в этот у как часы он еще изменяет так как он фазоинвертор вот это он получает питание это он его переобразует обратно из постоянного переменные с более менее неплохой синусоиды ну говорят идеальные но я думаю что это просто неплохая синусоиды сейчас я буду проверять фазы такие они такие вам все покажу итак начнем первое что нужно сделать это соответственно выключить бесперебойник не обитание он перешел режим работы от аккумулятора все сейчас он у нас выключен войдет из розетки наверняка и обязательно включить от аккумулятора электричество ждем на 30 секунд и после этого можно приступать выключаем нагрузку так верхняя это у нас база судя по всему нижняя у нас будет соответственно 0 помечаем сразу что вот это у нас 0 так он выключился почему потому что мы не включили питание включаем питание подключили аккумуляторы включили ждем загорелся байпас видите лампочка моргает загорелся питание от аккумулятора загорелся лампочка фаза инвертора в одну сторону и моргает тестирование происходит фаза генератора так сказать вот все он переключился у нас нормальный режим на выходе 230 вольт должно быть вот так теперь проверяем правильно ли приходит фаза у меня на котел приходит у меня перевернута соответственно мы переворачиваем ее вилку в розетку это ноль это вверх фаза фаза вверх еще раз проверяем моему котлу важно где у него фаза все фаза на фазе ноль на ноль все можно собирать и включать надеюсь мой ролик будет для вас интересен также прошу обратить внимание переключение режимов и настройка происходит выключенном состоянии то есть снимаем напряжение с него отключаем аккумуляторы после этого нажимаем на кнопку выключения и нажимаем на кнопку вот эти две кнопки две с половиной секунды эти индикаторы все начинают моргать после этого кнопочка вот обе меняем параметры на которые вам нужны единственный пока минус этого стабилизатора я вижу в том что он шумный из вас хотели находиться так сказать вместе проверим на фазу на корпусе тоже была фаза на корпусе сейчас есть небольшая где-то 60 вольт все равно заземление ему необходимо на корпус ставить отдельно вот на это обратите внимание это у меня хайден киловатт ник киловатт ампер то есть соответственно это киловатт меньше при низком напряжении то будет еще меньше вот еще раз покажу что необходимо выполнить обязательно монтаж контура заземления для того чтобы вас не не было наводки на корпусе напряжения